До этого лета я был уверен, что самые красивые трекинговые маршруты в Непале. Как я ошибался? Пакистан. Трекинг Кнанга-Парбат. Пакистан. Фантастическая и колоритная страна со своей древней историей. Страна с глубокими мусульманскими традициями, прекрасными людьми и красивейшими треками. Страна, которую многие хотят посетить, но по каким-то причинам не решаются. В этом фильме я попробую развеять ваши страхи и коротко, но емко показать Пакистан, каким увидели его мы. В программе нашего тура мы посетим архитектурные шедевры в Лахоре и Сламабаде. В Гималаях устроим крутой джиппинг, плавно переходящий в ошеломляющий трекинг к базовому лагерю Нанга-Парбат. В горах Каракарума освежимся ледяным душем в водопаде после посещения базового лагеря Ракапоши. И еще. Пересечем ледники и скупаемся в высокогорном озере Раш, чтобы зарядиться энергией для подъема на Раш Пик. И с высоты 5100 метров полюбуемся белоснежными вершинами Каракарума. Приятным дополнением станут незабываемая поездка по знаменитому Каракарумскому шоссе. Драйвовые покатушки на водных скутерах на озеро Аттабад, фотосессия на Орлином гнезде и много других интересных приключений в долине реки Хунзы. Где, как мы знаем, есть много долгожителей и до сих пор живут наследники Великого княжества Хунза. И самое главное, мы отыщем таинственный Хапакун. Прежде чем начать знакомство с Пакистаном, ум местным будет поведать о нашем воздушном пути сюда. Он заслуживает чуточку вашего внимания. Для перелета в Пакистан в большинстве случаев пересадку делают в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Дубай. И если повезет прилететь в темное время суток, то вашему взору откроется вот такая потрясающая картина. Город усыпан гирляндами огней и выглядит с высоты полета просто фантастически. Коротаем время в огромном терминале аэропорта и опять взлетаем. Через несколько часов в иллюминаторе аэробуса из дымки показывается древний город Лохот. Нас встречает Инна и ее коллега Тасив. Они будут нашими гидами в Пакистане. Для получения пакистанской визы нужно приглашение от фирмы, которая занимается организацией маршрутов по стране. See you in Pakistan и есть той фирмы, которая взяла на себя все хлопоты по этому вопросу. Как вы, наверное, уже догадались, Инна и есть главный фосс этой фирмы. Лохор – это второй по количеству людей город страны. Столица искусств и столица провинции Пенджам. Пенджамская пословица гласит «Кто не видел Лохора, тот не родился». Сегодня день независимости Пакистана и большой праздник. Эта мусульманская республика относительно молода. Она образовалась в 1947 году после раздела территории Британской Индии по религиозному принципу. Садимся в Тултуке и едем в направлении Старого Города, где пройдемся по одному из золотых маршрутов. Особое внимание нужно определить мечетям, как красочным образцам исламской архитектуры. Между молитвами, а мусульмане молятся пять раз в сутки. В мечеть можно попасть с другого входа, предварительно пожертвовав некоторое количество денег на поддержку храма. Не можем удержаться от фотосессий на фоне древней мозаики. Очень красочно и красиво. На улицах много народа и внимание к иностранным туристам повышенное. Многие хотят сделать с нами селфи. Поначалу это немного напрягает, но потом привыкаешь и чувствуешь себя, как нигде в других странах действительно иностранцем. Здесь есть на что посмотреть и очень приветливые люди. Мечеть Батшахи или Красная мечеть считается одним из крупнейших памятников сакральной индоисламской архитектуры. Заходим внутрь. Говорят, в квадратном внутреннем дворе мечети Батшахи есть место для 5000 верующих. Но во время троих главных праздников в году вмещается гораздо больше. Ужинаем в уютном ресторанчике на улице Красных Фонарей с видом на мечеть Батшахи. Очень вкусные, но с непривычки острые блюда. Вид отсюда на мечеть просто завораживающий. Жаль, что не удалось попасть сегодня на церемонию шоу опускания флага на границе с Индией. Это выглядит вот так. Было очень много народу, и нас в целях безопасности на эту церемонию не пустили. Воздух наэлектролизован. Минареты красиво подсвечены, все сверкает, и народ после намаза не хочет расходиться. Энергетика на улице города просто зашкаливает. Пакистанцы очень любят свою страну и умеют праздновать. Завтракаем и переезжаем в Исламабад. По дороге посещаем архитектурно-исторический комплекс Катасраж. Это комплекс, состоящий из нескольких индусских храмов. В настоящее время здесь действует храм Шивы, и ежегодно, в середине апреля, паломники из Индии посещают это место, дабы искупаться в священном источнике. Кстати, название храма санскритского переводится как «полный слез». Когда-то бог Шива оплакивал смерть своей возлюбленной, и в результате образовался источник с водой, а ныне пру, который искусственно заполняется водой. Территория примечательна еще и тем, что здесь можно увидеть, как встречается несколько культур разного времени. Это буддийская ступа и собрание индуистских храмов. Согласитесь, здесь изумительная атмосфера. В Исламабаде двигаемся к мечети Файсал, визитной карточкой столицы Пакистана. Строительство ее было закончено в 1986 году на средства арабского шейха Файсала. Эта мечеть – образец простоты и величия исламской архитектуры в виде шатра в пустыне. Уже привычный селфи-ритуал и заходим в мечеть. Перед посещением мечети необходимо знать некоторые тонкости. Зайти в мечеть можно бесплатно, но никто не откажется от пожертвований. Перед ходом всем необходимо снять обувь. Мобильный телефон стоит отключить. Одежда должна прикрывать руки и ноги. Волосы на голове у женщин должны быть покрыты косынкой. В мечети разрешается делать снимки вне часов молитвы. Под запретом съемка людей во время их омовения или чтения молитвы. Мы чуть-чуть нарушили последнее правило и принесли свои извинения. В Исламабаде есть еще много достопримечательностей, но мы их планируем посетить после горной программы. За обильным ужином во дворике нашего гэсхауса возобновляем силы. Особенно вкусны столичные кебабы. Раннее утро наполнено тропическими звуками. Живой будильник будит нас. Пора в путь. Пройдя в аэропорту все регистрационные процедуры для внутренних перелетов, приближаемся к нашему самолету. Каждый со своими мыслями. Мне вспомнилась непальская Лукла. Летим в Гилгит. Административный центр пакистанского региона Гилгит-Балтистан. Этот регион находится под контролем Пакистана с 1949 года и является частью Кашмира. Территории, вокруг которой существует территориальный спор между Индией, Пакистаном и Китаем. Полет длится больше часа, и в какой-то момент мы прилипаем к стеклам иллюминаторов. Ведь там, за облаками, выглядывает вершина Нанга-Парбат. Инна рассказывает нам о планах на сегодня. Все слегка взбудоражены. Касаемся взлетной полосы и выходим на трамп. Мы на высоте 1500 метров. Вокруг нас горы Гиндукуша. Получаем багаж и грузимся в заказной бус. Закупаем фрукты, воду и стартуем в направлении горы Нанга-Парбат. Это неуверенно, но должно быть все чистое, с одеялами. Там есть одеяло. Не замерзнете. Дорога изгибается вместе с руслом реки и не верится, что мы едем по знаменитому Каракарумскому шоссе. Делаем остановку возле слияния рек Инд и Хунст. Фотографируемся. И едем дальше на юг, к мосту Райкот, где пересядем на джипы. Эти внедорожники поднимут нас на высоту 2600 метров. А дальше мы пройдемся немножко пешком и остановимся на ночлег в сказочном месте долине Фей. А пока затаите дыхание и наслаждайтесь Каракарумским джипингом. Попросить кондиционер включить. Да, да. Это же уже ровно гумеется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать в долину Фей. Ферри Медоуз или Долина Фей действительно уникальное место. На фоне гряды Семитысячников на севере она выглядит потрясающе. А на фоне Нанга Парбат поистине фантастически. Нереально красиво. Откуда название Долина Фей? Местные жители верят, что магические существа, феи и джины отнюдь не сказочные персонажи, а реальность. Для местных шаманов общение с ними является чем-то совершенно нормальным. Во время ритуала шаман входит в транс и может узнать ответы на свои самые важные вопросы. Потрясающий ракурс с видом на гору Нанга Парбат. Не правда ли? Это один из пяти находящихся в Пакистане восьмитысячников. Нанга Парбат занимает девятое место в списке самых высоких гор в мире с показателем 8126 метров над уровнем моря. Пик отличается вертикальным рельефом, возвышающимся над местностью во всех направлениях. Также известен чрезвычайно сложным подъемом. Наша цель сегодня – базовый лагерь. Через хвойный лес к нему 9 километров пути и 700 метров набора высоты. Медленно и уверенно будем набирать высоту, искупаемся в горной речке и остановимся на привал в загадочном месте. Мы находимся в Биалкемпе сейчас, почти сколько там уже, наверное, 3 пицца было. Сейчас выдвигаемся в пазовый лагерь Нанга Парбат. Нам еще предстоит набрать высоту в 4 стор. Сначала в Юпойнке, базовый. Увидимся там. Сначала в Юпойнке. Ледник Рокеот – один из трех ледников, которые спускаются со склонов горы. Всегда было интересно позаглядывать в трещины этих ледниковых рек. Нанга Парбат был впервые покорен через маршрут по стене Рокеот 3 июля 1953 года австралийским альпинистом Германом Булем. Это спустя чуть более месяца после покорения Эвереста. Подбираемся к отметке в 4000 метров. На улице тепло и прекрасная видимость. Пьем возле деревянного домика местный чай Тумуру и наслаждаемся бомбезными видами. Нанга Парбат расположен в самом конце западной части Гималайского хребта и является самым западным восьмитысячникам планеты. Как говорят местные, у горы есть три лица. Рупал, Диамир и Рокеот. Фоткаемся на фоне стены Рокеот, благодарим местных духов за отличную погоду и спускаемся в долину Феи. А вот и наша поляна с уютными домиками. Целый вечер возле костра не утихаловая оживленная беседа. Все были возбуждены увиденным и делились пережитым за день. С большим багажом впечатлений и отличных фоток покидаем долину Феи. Джиповая дорога с серпантином спускается к реке Инг и возвращает нас к мосту Райкор. В ближайшую неделю мы будем исследовать долину Хунза. Побываем на границе с Китаем, пощекочим нервы на опасном мосту через местную реку, залезем в ледниковую пещеру, увидим бой овцебыков и поборемся на руках с гидами из Хупера. Но обо всем по порядку. Держим путь в поселок Минопин, где планируем заночевать в отеле, который держит потомок королевской династии Иезрар. Сегодня 18 августа и мы видим шествие шиитов. Шииты и суниты – это два главных течения в исламе. Не буду углубляться в их различиях, лучше покажу одну интересную мастерскую, которая нас привела Инна еще во время прогулки по Лахору. Там она рассказала нам, в каких целях используют эти инструменты шииты. Очень подробно об этом показано в одной из серий в передаче «Мир на изнанку» с Дмитрием Комаровым. А пока мы дышим прохладой на узком мосту через реку Хунцу и немножко шалиф. Заселяемся в отель. На стенах изображение предков по королевской линии. Чуть меньше полстолетия назад они правили в этих местах, и послезавтра мы увидим, где они жили. А в нынешнее время их прямой потомок из Рар сдает комнаты туристам. Такой вот бизнес. Пробил час королевского ужина, и все в предвкушении чего-то необычного. После острого супа с лапшой Дауру в кипящем каменном горшке подают блюдо, которое называется «Макан». Это вкуснейшая баранина с острым карри. Необычно долго держит каменная посуда температуру. На десерт нас удивляет местным блюдом драмфити. Десерт драмфити – это хлебушек. Он делается из пшеницы пророщенной, около двухнедельного. Проращивают, потом сушат и мелко ее молят. А вокруг это обязательно топленое масло. Потому что пророщенная пшеница, поэтому сладкая получается. Поэтому десерт. Очень хорошо в горах для горнышков. Под грохот оркестра и ледниковый ход Минопина начинаем наш трек к базовому лагерю горы Ракопош. Набор высоты сегодня около полторы тысячи метров. Тропа очень красочная, и серпантинами уходит все выше и выше. Довольно жарко. Хорошо, что рядом с тропой протекает речушка. Подниматься немного круче, чем на треке Пнанга-Фарбат, но заметно легче. Как-никак, а пятый день в горах. Имеется уже акклиматизация. Тропа очень близко подходит к леднику, и прям слышно его дыхание. Ледовые поля добротно испаханы силами природы, из-за облачных высот медленно сползают вниз. Ракопоши или Думани. Сегодня скрыто в облаках и подтверждает свое название. Мать тумана или мать облаков. Она занимает 12 место среди самых высоких гор в Пакистане. Запомнить ее высоту очень легко. 7 в 7, 8 в 8. То есть 7 788 метров. В базовом лагере на высоте от 3,5 километров подкрепляемся свежим манго, миндалем и сушеными абрикосами с черешней. Очень удобно на обед в горах делать фруктовые перекусы. Легко по весу, вкусно и сытно. Пастухи угощают нас местным чаем Тумуру. Тумуру – это чай из чеблица или дикого тимьяна. Он веками используется в хунзе, как трава для лечения гриппа, кашля, боли в животе и в горле. Он также укрепляет иммунитет и улучшает сон. И навсегда имеет с собой особенную сладость, которая называется гор. Приятным бонусом на обратном пути в поселок стало купание под ледниковыми водами в красивом водопаде. Падающая вода с 30-метровой высоты очищает не только тело, но и мысли. Чистые мысли легко поднимаются вверх, и я уношусь. К этому величию, которому сегодня удалось прикоснуться, оно не отпускает. Шершавые языки ледников шепчут «Останьте». И я оставляю частичку своего сердца здесь, в этих просторах Ракарума. Берем небольшую передышку перед четырехдневным треком и посвящаем ее изучению долины Хунза. Для этого переезжаем в ее столицу, город Карима-Ба, где сохранились дома резиденции королевской семьи народа Хунза – Форт Алтит и Форт Балтит. Последний теперь является музеем и нам туда. Форт Балтит расположен высоко на вершине холма, и дорога к нему лежит через старый город. Хорошее место, чтобы прикупить домой что-то оригинальное. Берем беретты и выходим на смотровую площадку. Как видим, музей пользуется большой популярностью у гостей долины. Погружаемся в историю. В прошлом году, в прошлом году, в прошлом году, в прошлом году, и у нас есть две старые силы здесь. Потому что Хунза имеет с территорией Вахан, с северной Афганистаном, и с чиновной провинцией Синь-Жианом, и с Хунжи-Рапаром. Мы решили контролировать землю как быстро, как можно. Наши мечты Хунза, они живут в этой силе уже до 800 лет. Поэтому здесь и шла между собой такая небольшая холодная война, и шпионаж тогда был между Россией и Британией. Поэтому здесь и британское оружие, и русское оружие. Они не то что делили, они не то что завоевывали. Они просто хотели найти контакт с этими Хунзакутами, чтобы как-то их контролировать. И чтобы их караваны никто не грабил, и не убивал их. Вот это профферс, чтобы не было бы, это было бы, что они были здесь. Они также были в гонзе и в магазине. Это было бы, что они были вверх, и сейчас они были вверх, и вверх. Музыка Знаменитая охрана, англоязычный гид и шикарный вид долины Хунца загипнотизировали нас. Пишем благодарности гиду Ирзаду за интересный рассказ и фотографируемся на память с посетителями музея. Создается впечатление, что мы погрузились в прошлое, и древний ветер истории колышет волосы на голове. Отсюда, со смотровой площадки Орлиное гнездо, долина Хунца открывается во всей красе. Ее еще называют оазисом молодости. Продолжительность жизни у обитателя этой плодородной долины примерно 110-120 лет. И этому есть свое объяснение. Хунзакуты купаются в ледяной воде даже при 15-ти градусном морозе. Летом они питаются пшеничными лепешками, сырыми фруктами и овощами. Зимой высушенными над солнцем абрикосами и пророщенными зернами. А также овечьей брынзой. Интересно еще одно. У жителей есть период, когда фрукты еще не поспели. Он зовется голодной весной. И продолжается от 2 до 4 месяцев. В эти месяцы они почти ничего не едят и лишь раз в день пьют напиток из сушеных абрикосов. Такой режим питания возведен в культ и строго соблюдается. Многие врачи пришли к выводу, что именно диета является основным фактором долголетия этого народа. Если человек питается неправильно, то от болезни его не спасет и горный климат. Мы тоже стараемся хотя бы в обед устраивать фруктовую диету. На Каракарумском шоссе много туннелей. За одним из них виднеется озеро Оттопад. С недавних пор очень популярное место у любителей покататься на лодках, водных лыжах и скутерах. Всюду царит веселье и радость. Наши девчонки смело идут к пьерсу. Наташа бесстрашно садится на скутер и едет ловить адреналин. Музыка. Боже, вы зря не пошли. Большая надпись гласит «Добро пожаловать в Пасу». Конос и Пасу – это место, где нельзя не остановиться. Фотосессия на Старом мосту через реку как раз относится к ним. Красивая, но довольно опасная, скажу я вам, аттракция. Получаем пропусков по грандзону, фото на память и через Кунжарабский заповедник движемся к одноименному перевалу. Для строительства этой дороги пакистанское правительство обратилось к Китаю. В 1978 году оно было завершено. Как видите, дорогу местами засыпает, особенно после дожди. На высоте 4700 метров довольно ветрено и прохладно. По большому счету, возле китайской границы ничего примечательного. Разве что мармоты. Эти пушистые зверьки очень пугливы и с трудом удается поймать их в объектив фотокамеры. Каракарумское шоссе называют восьмым чудом света. А долину Хунза – настоящим музеем под открытым небом. За каждым поворотом новые экспонаты и новые краски. Вы только посмотрите на это. Даже наш водитель Закир в восхищении. Мы просто растворяемся в этой красоте. Завтра Закир отвезет нас в его родную деревню Хупер в долине Нагар. Оттуда стартует наш четырехдневный трек с посещением озера Раш. План на сегодня таков. Пересечь два ледника и поставить базовый лагерь в месте, которое называется Беричоко. Инна хорошо владеет двумя официальными языками в Пакистане – урду и английским. Она легко смогла договориться с командой местных гидов и портеров, в задачи которой входило провести нас по круговому четырехдневному маршруту с переноской вещей, а также обеспечить нас жильем и едой. А теперь знакомимся с нашими гидами. Хайдер – молодой харизматичный лидер пакистанской группы. Ибрагим – его главный помощник и отличный повар. На их плечах вся организация этого трека. Наш лагерь поставлен возле маленького ручейка с питьевой водой. Если взлететь вверх на километр, то увидим такую вот картинку. Видите вдалеке зеленую растительность? Оттуда мы сегодня стартовали. В том же направлении находится Карим Абад. Сохнут на ветру фирменные футболки после 5-часового перехода. Участники отдыхают и набираются сил перед завтрашним восхождением. Мы, гиды, готовимся по-своему. Почащие, готовимся по-своему. zięk Ближе к вечеру все замирает. Лагерь готовится к ужину. Утепляемся и занимаем места в нашем ресторанчике. Рис с мясом и свежими овощами. Вкуснотища. Благодарим за сытный ужин и подвигаемся ближе к костру. Завтра у нас ранний подъем. От 4 до 5 часов нужно для того, чтобы подняться к озеру Раш. Оно находится на высоте 4700 метров над уровнем моря. То есть высота вертикального подъема из нашего лагеря составила 1500 метров. По дороге сюда нам повстречались овцы-быки. Здесь родные места этих древних животных. Из Гималаев и Каракарума они расселились практически по всему северному полушарию. Раш Лейк, голубой жемчужиной, лежит в небольшой котловине. В озерной глади отражаются облака и вода магнитом притягивает к себе. Ну как тут не искупаться? Да еще на такой высоте. Обедаем, загораем и любуемся природой. В двух часах ходьбы отсюда есть небольшой пятитысячник Раш Пик. Его высота 5100 метров. Говорят, в хорошую погоду с него видно Чагури или Ка-2. Вторую по высоте и самую опасную гору в мире. В награду за восхождение нам достались билеты на местную кориду. Бой овцы-быков. К слову, испанцы верят, что корида – это своеобразный способ психической разрядки. У зрителя происходит то, что психологи обозначают словом катарсис – очищение. Освобождение от избытка противоречивых чувств, усталости, досады и прочего негатива. Отчего человек приобретает внутреннее спокойствие и удовлетворение. Наши пакистанские гиды – отличные ребята. Очень дружелюбные и с отличным чувством юмора. Особенно Хайдер. За два дня мы успели с ним крепко подружиться. КОНЕЦ 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 Силай КОНЕЦ Я Участники вчерашней вылазки уставшие, но довольно еще крепко спят Красивое утро мы встретили в новом месте Так как наш лагерь вчера перенесли вверх по ручью Я решил взобраться на Марену и поближе посмотреть на соседский ледник Точнее на слияние двух ледников Нам их предстоит сегодня пересечь Вчера сверху я видел эту ледяную реку и было непонятно, как мы без снаряжения ее переплывем Но гиды авторитетно заверили, что это безопасно Солнышко подымается выше и согревает наш лагерь Красивая поляна Стадо кос шумом пробегает по поляне и прогоняет последний сон Завтракаем и отправляемся на ледник Нас ведут по тропам, которые видны только посвященным Без связки, без кошек, без ледоруба в ледники я еще не переходил Для большинства участников это тоже в новинку И это обещает быть мега крутым приключением Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гиды бесстрашно заходят в ледяную воду, чтобы помочь клиентам наиболее комфортно преодолеть преграду Респект им и уважуха На планете у каждого из нас есть места, где мы можем почувствовать себя свободными и счастливыми Там люди чувствуют прилив сил Их так и называют, местами силы До сегодняшнего дня я не знал, что такое Хапакум И вот он перед нами Особое место Место пропитанное энергетикой Овцы, козы и какая-то умиротворяющая обстановка Здесь все обустроено, как и сотни лет назад Субтитры создавал DimaTorzok По утру благодарим отважную команду Хайдера и спускаемся вниз Поселок Хупер встречает нас с белыми абрикосами В сувенирных магазинах можно купить абрикосовое и конопляное масло Хупер, Хайдер, Хунза, Хапакун! I'm happy! Перед вылетом из Гилгита останавливаемся в гостевом комплексе Mountain Story Он расположен на самой верхней улице поселка Алиабад Это чуть западнее Карима Багда Нас встречает аляскинский маламут Насколько я разбираюсь в породах собак? Постояльцев сели в таких вот жилищах и очень вкусно кормят С открытых террас открываются прекрасные виды на горы напротив Подходит к завершению наша горная часть программы Всегда надо учитывать, что погода в горах изменчива и может быть нелетной Поэтому надо заранее оставлять пару дней в резерве Валентин, Андрей, Наташа, Катерина Инна куда-то убежала Вы все большие молодцы! Мы успешно прошли все испытания и по традиции это надо отпраздновать Манал самый крутой ресторан с видом на вечерний Исламабад От имени Кулуара вручаю участникам именные сертификаты и сувениры Погружаемся в торжественный момент Субтитры подогнал «Симон» У Валентина и Катерины завтра утренний рейс домой А у нас еще целых два дня на разграбление Исламабада На предложение Инны и Тасифа посетить город Пешавар Столицу одной из пакистанских провинций Я, Андрей и Наташа сразу дали согласие Эта поездка не входила в официальную часть программы и носила познавательный характер Современный Пешавар занимает часть местности на Иранском Нагорье Через которую в былые времена проходил Великий Шелковый Путь Город расположен в трех часах езды на машине на запад от Исламабада В Пешаваре есть золотая улица И много чего интересного Идем гулять по старому городу Друзья Исследовать Пакистан вместе с Кулуар Это отличный шанс получить максимальное удовольствие И только яркие впечатления Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok